Так, лифт станции Пирсон. Космический лифт Пирсон существенно облегчил доставку людей и грузов на Луну. После блокаута 54-го года члены экипажа станции Сара Беккер и Рольф Робертсон получили его задание спуститься на лифте вниз, чтобы выяснить его причины. В связи с тем, что на станции был введен в действие протокол для чрезвычайных ситуаций, им было отведено для этого крайне ограниченное время. Так, а как выйти от сюда? Подожди. Выпустите меня. Тут какой-то должен быть либо, не знаю, пульт управления, либо просто вывод. Так, MPT у нас отключена, энергия станции все еще мало, запустить диагностику в узле управления. Откройте двери, пожалуйста, просто. Спасибо. Дайте просто, пожалуйста, выйти. Из этого яйца. Посмотрим, что там от станции осталось. Коперникус. О, а там Луна. Интересно, мы выйдем просто в Луну, прям на свободное перемещение, так сказать. А, я еще помню, в раннем билде здесь была какая-то проблема, как раз-таки, когда ты смотрел на Луну, то есть, там будут какие-то виды, там нужно нанести. Когда будут виды именно на Луну, просто на пустую вот пространство с камнем, там были термоядернейшие лаги, то есть, там просто игра не поднималась выше 15 FPS по какой-то причине. Ну, как бы, инди-студия, ранний доступ. Я, кстати, не помню, игра продавалась вообще в раннем доступе или нет? Эээ, чего? Old inspectable replace. Что это значит? Что это значит? Какой-то стакан. Ладно. И, очевидно, какой-то старый элемент интерфейса. Короче, нам нужен ACE. Чтобы добраться до некоторых частей станции. Это пока что основная задача. Подозрошло. По-у-у. Это все-дет. Где все? Я не знаю. Я никогда не вижу какой-то базе так colocаной. АЛЕКС не принесли связь? Нет, ничего. Это не может быть правдой. Я пойду дохода, где я могу найти. Сара, мы собираемся определить это. И благодарю вас, двумя из вас, за спасением меня, когда чертеж уничтожил. Я знаю, что я... Другая команда, вы должны быть на поверхности сейчас. Помните, у вас есть только 40 минут там. Возьмите это, Пиарсон. Не забывайте, Ролф. Можете посмотреть на контроль центр и увидеть, что происходит с МПТ? Будем делать. Возьмите свои комиссии. Я вас уведомлю, когда я найду что-то. Исак, оооо. Айзек Йоханссон. Гибель жены в результате пыльной бури в 49 году глубоко потрясла Исак. Желая избавить своих детей, дочерей, от все ухудшающихся условий жизни на Земле, он вызвал их к себе на Луну. Клэр отказалась, опасаясь за здоровье Кэти, и сестры оставались вместе до тех пор, пока Исак не воспользовался своим влиянием, чтобы получить юридические права опеки над Кэти и вскоре вывести девочку на Луну. Вот опять же говорю, гениальная идея. Флукситин, антидепрессанты. Естественно. У такого-то человека. Само собой. Клэр. Присылла Флауэрс. Как стать идеальным родителем за пять уроков? Да, это ведь так работает. Конечно. Ведь это возможно. Особенно учитывая, что большую часть жизни он занимался вообще не этим. И честно говоря, вообще непонятно, как у него появились дети. Всемирная секретная служба. Настоящему удостоверяется, что главный оперативный директор у МакАртур уволен из Всемирной секретной службы с положительной аттестацией. Благодарим за преданность и доблесть на протяжении долгих лет. МакАртур уволен с положительной аттестацией. Это как? МакАртур, уведомляю, эвакуированные из Тумба размещены. МакАртур, тот кошмар, что случился в Тумбе, не должен повториться. Я в этом участвовать не буду. Исак, хорошо, тогда скоро мы можем приступать. Им пришло время принимать решения. Помните, Исак, что ни один скачок вперед никогда не обходился без жертв. Выживание стоит дорого. Скоро в событиях в Тумба едва будут вспоминать. Пора оставить все это позади. При этом он знает, что тут опасно. Он знает, что тут еще и что-то происходило. Ну как так? Роза. Хотя, знаете. Тут еще непонятно, где бы ей было лучше. Хотя, учитывая, что сейчас вообще непонятно, где она находится. Цель стопроцентный охват земли системой М5. Ну, да. Термоядерный реактор. Да, 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 да. Мне, правда, непонятно, как по-другому строить развитие. Просто к тому, что... Круто сделать, создать какую-то штуку, которая облегчает жизнь. Да, и там большую часть времени лишает людей каких-то проблем. Там действительно проводов. То есть это классная система, почему бы и нет. Но должны быть какие-то средства, скажем так, запасного питания. Если вы что-то подобное создаете. Просто запасные планы на случай, если что-то пойдет не так. Речь о перепуте о том, бы земля лучшая умнейшая новая эпоха Outward. Черт. Все закрыто, никуда мы не пройдем, кроме как роза. Еще один кабинет. Вот. У нас еще идут в порядке. Они на Земле поможают нам. Не обманывай себя со ними. Эти ходы закончены. Мы должны начать большую ладочку в том, что это было вагон. В связи, чтобы создать наш последний результат. И мы не обманывать нас первая, и не обманываясь сейчас. Когда настройки снова снова, мы можем додать Землю снова. Мы близко, William. Нет, мы не близко, мы не близко. Если вы думаете, что мы можем поверить всю Землю с МПТ, вы более длительный, чем я думал. У нас есть последняя надежда, и это отверстие. Теперь готовься, потому что мы идем. Я не оставлю, Вил. Не так вот. Я не спрашиваю. Дай ее на ship. Что? Это реально... Произнеся свою речь, вызывающую у слушателей зловещие предчувствия, член лунного совета Уильям МакАртур является к своей коллеге доктор Рози Лаверде, чтобы взять ее с собой в загадочное путешествие. Та в гневе отказывает ему, утверждает, что МПТ, а с ним и Землю еще можно спасти. МакАртур не принимает отказа и силы принуждает доктора Лаверде отправиться с ним. Запись сделана 23 сентября, спустя 4 минуты после блокаута. Спустя 4 минуты после блокаута он это планировал. Он это планировал. Что там необходимо обслуживанию? Пошли. Если подобный чувак, который обладает властью, вот делает такие вещи, значит он это планировал. Либо он предполагал, что такое может произойти, но как бы все равно свой план решил реализовать. Тем более он там что-то говорит про то, что это нужно, про то, что скачок в будущее он, скажем так, просто так произойти не может. и нужно чем-то пожертвовать. Так, а куда его нести-то тут? Где-то была эта панель, я просто не помню. Где-то здесь? Нет. В одной из комнат что ли? В одной из комнат по-моему. Немного не туда убежал. Потому что да, здесь совет. Здесь совет и здесь совет. Подожди, я в какой... Я помню, что было какое-то место для дронов этих. Где это было? Просто видишь, вот эта дверь не открывается по какой-то причине. Хотя вообще казалось бы, ну-ка, может сейчас откроется? Ааа, надо просто в упор подойти и все понятно. Какой-то странный датчик. Вот, обслуживание. Ну, этот более такой прокачанный хирургический стол для дроидов, да? Я не про него говорил. Так, диагностика. Идет ремонт. Так, и что мы имеем? Ааа, ага, ооо. Снять крышку корпуса, выложить сетевые детали на стол, заменить сетевой компонент. А у нас все это есть? Одна из трех деталей необходима для замены порта сетевого доступа робота. Так, собрать. Вытаскиваем. Я так понимаю, теперь надо их найти. AC и живая память. Воспроизведение записанных воспоминаний. Вернитесь на место, где была сделана запись. Активируйте любого робота AC, имеющего авторизацию. Ваши воспоминания оживут. Прикольно. Так, вон деталька. Стоило Кэти Йоханссон оказаться на луне, доктор Роза Лаверде тотчас была очарована живым воображением девочки. Стараясь ограничить вредное влияние низкой лунной гравитации на организм своей новой подруги, Роза тщательно следила за физическим развитием Кэти. Но, несмотря на всю ее заботу, здоровье Кэти быстро ухудшалось. Зашибись! Вообще отлично! Ей здесь еще и хуже становилось. Ну, просто гениально. Так, это видимо третья. Угу. Так, а там есть какой-то порядок. Один это полностью... Полностью плоский. Так, как я пойму, как его подставить. А там есть, подожди, а там есть какая-то типа... Ну, не совсем. А. Так, потом, значит, с просто круглой. Видимо, вот это. Хотя, возможно, нет. Тут какая... Не-не-не-не, вот это третья. Значит, все правильное дело. Просто не понимаю, какой... Ну, защелка здесь. Нет. Какая-то вообще странная сборка. Вот максимально. Вот разъем для защелки, вот он, да? То есть, по идее, может вот так? Нет. А, обратной стороной. Так, ну здесь уже очевидно. Во. Так. Так. Да ты серьезно? Вернуть снять крыло, выложить детали, заменить двигатель. Понятно. Двигатель, я так понимаю, тоже нужно будет собрать. Ты по-прежнему центром его притяжения, с любовью Лис. На конкурсе ВСА победила юная Клар Йоханссон. Главокружительной победой студентки Клар Йоханссон, дочери члена Лунного совета Исака Йоханссона, завершилась борьба за первое место на престижном конкурсе «Наше будущее». Крупнейшее соревнование, которое проходит по инициативе ВСА раз в два года, призвано стимулировать инновации в сфере космических путешествий и технологий устойчивого развития. Жюри возглавляет ведущий ученый ВСА и член Лунного совета Розы Ловерде. Конкурсное выступление Клар Йоханссон отличается редко для ее возраста блистательностью, прокомментировал доктор Ловерде представленной победительницей проект. Разработанная ею ракета выделяется среди всех прочих моделей своей эффективностью и надежностью. В качестве награды Клар Йоханссон, в частности, получила открытое предложение принять участие в работе научной группы доктора Ловерде на Луне, однако, ко всеобщему удивлению, девушка не проявила к этому никакой заинтересованности. Беспрецедентно, говорит доктор Ловерде. Как же она была права. AC, Роза, Тедди, я, папа, мама, Клэр. На обороте папе от Кэти плюс Тедди. Какой-то костюм другой. Он не другой, но как странные формы. Так, ну это, видимо, куски... Да, блок деталей. Игра, я понял. Привет, Исак! Знаю, что ты занят, но не мог бы ты в ближайшее время установить новый модуль на мой ACE. Ведущий инженер космической станции Пирсон, Старо Бейкер, разработала дополнительный модуль эмоций. По-моему, это очень здорово, и Кэти тоже будет в восторге. Привет, Роза! Прости, но в ближайшее время несколько месяцев я буду полностью загружен неотложными проблемами в томбо. К тому же ты знаешь, как Кэти хочет себе собственное ACE с тех пор, как ты ей показала свой, но только об этом и говорит. Как там ее показатели роста? Само собой, работа на первом месте. Что касается Кэти, не могу тебя обманывать. Я получил результаты тестов, и она растет совсем не так, как должна расти девочка ее возраста. Не беспокойся за ее здоровье, Исак. Может быть, ей все-таки лучше было оставаться на земле? По крайней мере, пожалуйста, подумай о программе, Роза. Ты же знаешь, что на земле ей не было бы лучше, чем здесь. Насчет программы я подумаю. Спасибо, ты ей очень дорога. А с чего ты взял, что ей было бы там хуже? Ну вот с чего. Как вот эта логика работает? Ей тут лучше, я знаю. Я родитель, я знаю. Так, значит, берем маленькую штуковину. Сейчас будет супер инженерия. Берем маленькую штуковину, устанавливаем ее как-то так. Потом берем штуковину с тремя дырками. А с какими дырками? Какую-то плоскую штуковину с тремя дырками. А с шариками или без шариков? А непонятно, да? А, наверное, вот эту. Так, накручиваем, значит, эти три дырки сюда. Но понимаем, что что-то как-то не встает. Поэтому, видимо, это другая штуковина с тремя дырками. Возможно, эта. И еще с палочками. Маленькую вниз. Отлично. Дальше. Тоже штука с тремя дырками, но... Да они все одинаковые. Как понять, что вы от меня хотите? Ну, допустим, это. Так, реально угадал. Но там потом она по... Нет, кстати, потом идет с одной... Вот это? Нет, либо вот это, либо вот это. Потому что здесь как бы тоже она одна. Во! Пошел я в задницу. А как? Как? Нет, она, смотри... Она, да, там одна дырка и еще одна дырка. Ну, вот это должна быть, значит, сто процентов. Ну, как так? С другой стороны она другой формы чуть-чуть. Аааа, господи, это с другой стороны по-другому выглядит. Хорошо. Так. Та, которая поменьше в последнюю очередь, значит, это. Получается... Вот так. И крышка. Пожалуйста, работай, умоляю. Вот так, да. Да. Этируйте прибытие. Продолжение. Существует. Воздуйте ее, которая вылезает имя. Мне тоже. Существует ее. Легирую. Будем верать ее. Уидимомная. Утроизмяемая. Как эта станция еще не уничтожилась? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, тобой можно управлять. У-у-у-у. Я так понимаю, что мы теперь за него летим туда. Не зря я открыл вот эту трубу. Им, кстати, поудобнее управлять, ну потому что двигатель нормальный, и это не отсутствие гравитации. Тут нет инерции этой дурацкой. А на расстоянии я любой могу отлетать? Я вообще где сейчас? Так, я в этой комнате. Что я могу здесь делать? Че это такое? Подключаюсь. Бибибабуб. Что это было? Что это дало? Здесь тоже на бибибабуб. Как это сработало? Так питание провел просто? Я так понимаю, мы теперь можем всякие воспоминания смотреть, да? Того, что здесь происходило. Ну, я так понимаю, что это не будет. Я, я не думаю, что это будет. Я не думаю, что это будет. Но я попробую, в любом случае. Мы не говорим, что мы не говорим о Катфе. Я хочу, чтобы вы знали, что она защищена. И хорошо. Это сообщение будет последний, что вы получите от меня. Или от кого-то здесь. Это может быть что-то, что вы никогда не понимаете. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было. Если кто-то ever узнает, что здесь произошло, то я сделал это для ее. Для твоя сестра. Для ее дать возможность. Но вы сделаете хорошие. Вы сделаете хорошие вещи. Смешайте. И... Я люблю тебя. Я хотела бы сказать это чаще. Возвращаясь, когда ты еще не был папа. До свидания, Клэр. Круто. Теперь мы такое можем наблюдать. Запустить диагностику возле управления системой МРТ. МРТ. Я знал, что рано или поздно я назову МПТ МРТ, потому что так написали. Я не понимаю, почему не могли написать просто русскими буквами МПТ. Нет, оставили аббревиатуру на английском, хотя используют как будто на русском, но не важно. Так, мы теперь можем, я так понимаю, вот в такие двери попадать, да? Давай. Там в начале тоже была комната, закрытая на AC. Конечно, это не так. Алекс, указайте для данных истории. Там есть записка. Рав, прийдите. Я думаю, что я имею в виду. Я нашла записка с 23. Это что? Два дня назад? Ты уверен? Да. Вы видели там? Я думаю, что. Продолжение следует... Продолжение следует... А учитывая, что это ASE, Сар, я так понимаю, мне называть тебя Алекс? Алекс. Так, управление МПТ. Давай, ничего не работает, мы в дерьме и так далее. Пользователь Рольф Робертсон. Запрещен советом. Вход в сеть МПТ отключена. Диагностировать. Не удается подключиться. Вау. На станции недостаточной энергии. Вручную выровнять колонны 0102 сети МПТ. Выбраться на поверхность луны через ангар. Открыть ангар. Не удается подать энергию на ангар, да вашу мать. Ага. Так, подать энергию на ангар нужно. Хорошо. Резервное питание. Короче, надо искать батарейки. Вот, ангар. Хорошо. Пошли на луну, что ли, посмотрим? Тут вид вот открывается. Что-то есть интересное? Какие-то записи, может быть? В память о Хьюгенз. В 48-м году, за 6 лет до блокаута, в работе экспериментального генератора Криосна в исследовательском комплексе Хьюгенз произошел сбой. Выжило только трое. Мария Гонсалес, доктор Роза Лаверде и Эдгар Дэвис. За отвагу перед лицом катастрофы каждый из них был награжден памятной медалью, однако одна такая медаль, кажется, пропала. Кстати, да, тут дверь лежит, смотрю. Вечная память авария. Ну, одна медаль, мы находили ее. Класс. Выглядит круто. Выглядит круто, но что мы можем вообще сейчас сделать? Потому что лунный узел, тут, конечно, много лестницы есть какая-то. Класс. Выглядит круто. Выглядит круто. Класс. Убейте. Вы видите, они там, где-то? Исаак? Это не было договора, ты знаешь. Мы должны обратиться к НПТу вновь. Серьезно, Роза. Даже если мы успеем дать Землю все то, что нам нужны, что мы действительно получим? Много времени, чтобы увидеть океаны и десерты, которые принимают наши дома. William, я делал мою часть. Давайте просто идем. Я закончил эту штуку. Класс. Спасти человечество ценой человечества. Обожаю. Коперникус, Томба, Рейнхольд, Хьюгенс. Мы, наверное, сможем посетить все эти площадки. А, подожди, так это... Это та дверь, которая вот с той стороны. Правильно понимаю? Я просто Алекса могу теперь открыть. Да, здесь обслуживание, как раз мы тут ходили. Короче, где-то должна быть батарея. Сейчас надо еще посмотреть, какие закрытые двери мы... К чему мы еще доступ не имеем? Не имели. Мне просто нужна хотя бы одна батарея. Хранилище. В которое попасть, конечно же, нельзя. Здесь, соответственно, совет. Закрытых дверей вроде как не было. Проблема в том, что открытых тоже. Ну да, здесь вот мы просто по кругу пойдем. В бессмысленном. Хм. Где мне ячейку-то взять? Близь. А, вот, кстати... Сюда залететь, как вы думаете, можно? Нет, нет, нельзя. Так, вот тогда давай смотреть с этой стороны, потому что... Вот ангар. Ну, понятно, они туда пошли, но туда сначала нужно подать питание. Как это сделать, учитывая, что тут все заблокировано, я не представляю. Может, в обслуживание... А в обслуживание и попасть больше нельзя. Прикол. О, а мы были здесь? Это этот коридор, да, который... Получается. Если просто я правильно понимаю, у меня же задача именно сейчас заняться... Ну, именно восстановлением ангара, подать питание в ангар, чтобы получить доступ, да, на лунную поверхность. Для этого надо сначала, блин, найти батарейку, которая даст мне питание в ангар. Где она здесь может быть, я не понимаю. Надо еще раз осмотреть повнимательнее первый этаж, потому что... Будет крайне тупо, если там все-таки уже есть энергоячейка. С какой-нибудь из сторон. Но я вот не вижу, например. Здесь как бы ничего нет. А, вот, реально есть. Я знал. Все, мы обслуживание, получается, закрываем. Так, это, я так понимаю, ангар. Ангар, ну, ангару... Есть ангар-1, есть ангар-2, надо оба. Э, засунь. Да, нужно оба. Так, а вот сюда, в помещение экипажа, вот тут, наверное, можно будет найти вторую. Потому что она как раз не требует второй энергоячейки. Дело раскрыто. Ни хрена себе. Это мне туда, наверное... Наверное, не надо лететь. Алексу будет неприятно. Сканирую стул. Хотя правила VSA строго запрещают любое применение физической силы на Луне, макар-2 перезагрузил ограничители орбитов ASEE, чтобы приспособить их для полицейских нужд. При этом используется ток высокого напряжения. Столкнувшись с таким перезагруженным дроном, люди в основном предпочитают не вступать в драку, а спасаться бегством. А меня шарахнет, если я сейчас здесь пробегу. Понятно. Так, что это? Сблокировались двери. Алекс, со мной? Алекс, Алекс. Алекс. Со мной ячейка есть. Подвижение... Все завтра, ничего нового здесь. Сара и Ровну, это Извин rebозин? В della danger бежит к Madeleine. Ути в часа. Где 늘? Приди вазон нет. Тоход UFC. Ух, да матем. Нак suicide? Ра brauch. politка, перфельсин. КОНЕЦ Ну понятно, от них решили просто избавиться Мне нужен кот, а где Алекс? Алекс, всё, ты серьёзно? Так, подожди А я по идее, я так понимаю, что я могу, да, нажать кнопку, он будет со мной Отлично, это было бы странно Так, помещение для сна Нам нужен кот, но проблема в том, что кот приведёт нас в помещение с дроном С не самым хорошим дроном Перевернуть Ну, наверное, дрона на дрона будет плевать, потому что он на какую-нибудь органику реагирует Поэтому Алексом я смогу это сделать совершенно спокойно Как-то тут ничего нет Наоборот, пионер или диктатор Ну, учитывая, какие речи он толкал и какая у него мотивация, скорее Конченный Просто конченный Человек на луне Мост Прибыв на луну, астронавт обнаруживает, что там никого не осталось Обследуя лунную базу и выясняя, почему люди её покинули Он вскоре понимает, что вынужден обратиться за помощью к искусственному интеллекту с неизвестными намерениями Прямо тут все спали Примерно в то же время, когда отключилась система MPT, комплекс Tomba был эвакуирован под странным предлогом Что бы ни произошло в Tomba, в этих помещениях было достаточно места для обустройства временного укрытия под пристальным надзором со стороны Макартура Да, Макартур тот товарищ, которому нужно верить Мы, кстати, смотри, сколько собрали в базу данных про семью Йоханссон, что-то ещё одно есть Закодированные сообщения Но мы, видимо, получим его целиком, если соберём полностью Аутворд потихоньку собираем и восстановление данных пока вообще не понимаем, что такое Как-то потихоньку оно собирается Это хорошо Сэр, мы получили очередной официальный запрос от Сары Бейкер, ведущего инженера космической станции Пирсон Она всё время спрашивает об отменённых поставках материалов для крыла Орион Боюсь, как бы она что-нибудь не заподозрила, как нам следует поступить Миллер, я не могу почему-то ничего сделать Почему я не могу ничего сделать? Мне она тоже писала Прекратите всякое сообщение с нею Нельзя допустить компрометации Аутворд Я сам с ней разберусь Ну вот он, собственно, и разобрался Просто взял её с собой Потом закрыл их здесь На траве у дрона Единственное, я не вижу ни одного тела То есть людей-то здесь нет Но трупов тоже Дроны негативные летают, электричеством плюются, понятно Ну а людей-то нет Даже остатков Только если он не супергений И вот он тут, я не знаю, всех поубивал А потом решил, значит, подчистить, скажем так, территорию Чтоб никто об этом не мог узнать Настольный теннис Это не отвечает на вопрос, где мне взять код А у меня Алекс никак не может отсюда вылететь, например Потому что с той стороны-то как-то можно было попасть внутрь Но проблема в том, что никакой трубы, да, я не вижу Просто здесь нужен пароль Я его чё-то не нашёл Плакат, конечно, везде висят Может в одну из комнат Может быть в одну из комнат Есть какой-то тоннель Как раз-таки для Алекса Мне просто кажется, что возможно Надо как раз с обратной стороны залететь А, всё-таки можно, да? А-а-а При чрезвычайной ситуации для входа в помещение Введите год строительства лунного узла Не сообщайте об этом посторонним Год строительства лунного узла Зашибись А это вот не то, что тут на лунном плакате, например, нарисовано 20 Лунный узел 20-32 Защиты и процветания Реально А-а-а Мне Типа Ай Понял Может всё-таки Алекс? Да, видишь, на Алекса он не реагирует Ну а что я могу с ним сделать? Алекс так и не умеет Надо вон батарейку отключать Поэтому тут только своими усилиями Так, пошёл Но он долго активируется Главное просто дать ему уснуть Потом там какое-то время меня искать А всё, ты проиграл Моё Но, к слову, было бы неплохо иметь такого дрончика, да? Под своим управлением Чтобы он тоже, если что, мог шарахать электричеством Ну, увы Что поделать? Это чисто меры безопасности Я не думаю, что мы встретим что-то Куда придётся это использовать Блин, мне очень интересно, что произошло на станциях Я так понимаю, что вот есть у нас станция Это Хьюгенс На которой была проблема Возможно, на том бы произошло примерно что-то похожее Только это как раз-таки вызвало уже более серьёзную реакцию Которая полностью MPT просто расхреначила Да сейчас подключим, успокойся Ну, а как удобно, что здесь даже есть транспорт А, ну, недостроенная А оно работает? Или тоже надо искать активаторы? Станция монорельсовой дороги Сейчас мы всё проверим Тут ещё могут быть всякие воспоминания, записи Но вроде нет Ну да, шлюз Но учитывая, что как-то электричества особо нет Как будто бы я сейчас и не запущусь Потому что вот ещё груз А, ну это просто груз Это, кстати, с той стороны получается С другой стороны коробочки Так, тянуть Это нам не надо Нам надо наоборот Давай, пожалуйста, ты работаешь Всё исправно Мы просто поедем Ой Так, подожди, а где перец? Это перец? Это перец Управление, конечно, интересное Ну такое, нормальное Сейчас надо грамотно ровно встать Выезжаем на луну Круто Ни хрена, конечно, здесь нет Но Но круто Ну а что тут может быть? Это луна Ну виды-то какие Причём круто, да? Всё равно То есть это просто кусок камня Такой ландшафтный Но тем не менее Там за счёт солнца Всё прям очень симпатично А я могу выходить? Прям так Нет, кислорода Но я же не умру сразу Да, вот три минуты Побежали Главное, что без тачки Шлюстые не откроются Так, это мы сейчас где? Ту карту мы давно видели То есть мы сейчас можем Поперемещаться по разным кускам станции Как раз доехать, я так понимаю До томбы Не факт, что она работает Но Но можем Что-то, кстати, починить Потому что вроде как Где-то на поверхности луны Нам нужно было Производить какие-то ремонтные штуки Правда, уже не помню какие У нас вообще Перенаправить Да, колонну МПТ Поэтому давай, пошёл Наверное, это как раз Одна из них Прыгать умеет Все это время Блин, на первом этаже Не надо было это делать Киселородик 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 И куда мы это направляем В центр Подключить Получается, команда Там вот Сара Нам всё-таки Могла что-то сделать Проблема не в том Что-то произошло Непосредственно Со станцией Такое критическое В том, что здесь был Товарищ Который не совсем Хотел Чтобы Скажем так Не то, чтобы он Хотел, чтобы Здесь всё пошло По одному месту Просто у него Была цель И ему было Плевать Вообще там Что разрушится Что не разрушится Кто пострадает Я вот хочу Ответы больше Даже на эти вопросы Потому что Со всем остальным Уже понятно Как бы он причина Мне интересно Почему Что он, блин Хотел сделать А для этого Надо будет съездить Именно вот на На станции Другие Сейчас пока мы Всё восстановим Всё подключим Так Обслуживание закрыто Но у меня Аликс есть Для этого Нет Отрывай Нет Кислорода Я так понимаю Они обе станции Башни Точнее построены По одному Принципу Зашибись А У меня две минуты Время заставляют Тратить На пар Главное Главное нравится Алекс Аликс уже здесь Уже законнектился Вайфа Вайфай Вайфай Будет ехать Будет ехать Видимо Консоля Диагностировать Мы просто сможем Диагностировать Хотя бы Не понять В чём проблема Диагностировать Диагностировать Нормально Клэр Все под контролем У меня есть моя Тачечка И с ней По крайней мере На первый взгляд Пока что Произойти Ничего Не должно Она просто Есть Она просто Работает Всё Замечательно Она Она нам уже сказала Что делать Как раз То что я и хотел Нам нужна Томба Так Ну я наверное Чё Я прям здесь И оставлю Какая разница Я не думаю Что я кому-то Помешаю Ну и давай Выяснять Но на том Бо всё станет Более-менее Понятно Некоторые ответы Мы получим Однозначно